Кировская область Друзья, у нас в студии настоящие легенды спорта, настоящие чемпы, как я люблю говорить. Во-первых, это, конечно же, Радмир Габдулин, известный российский спортсмен, общественный и политический деятель, директор АО «ХК Уралхим» по спорту и молодежной политике, депутат ЗАГС Собрания Пермского края и генеральный директор промоушена «Урал ФСИ», быстро набирающего обороты в мире миксфайта и единоборства. А также такие замечательные спортсмены и настоящие легенды спорта, как Владимир Сельков, российский пловец, трехкратный серебряный призер Олимпиады, чемпион мира 1994 года, его регалии я могу долго перечислять, это нужно будет делать отдельную программу. А также один из самых титулованных российских дзюдоистов Александр Михайлин, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне и четырехкратный победитель мировых форумов по дзюдо. Рады вас приветствовать, дорогие гости. Спасибо, что нашли время в плотном графике к нам прийти. Ну и, конечно, хочется сразу с места в карьер вас расспросить о цели визита. Что такое миссия чемпиона? Как этот проект родился? Откуда корни его происходят? Этот проект родился в нашей компании «Уралхим» – социально-ответственная компания. И один из приоритетных направлений развития социальной политики – это спорт, физическая культура, молодежная политика. И однажды мы проводили совещание, где я предложил во все наши регионы присутствие, там, где у нас есть заводы, привозить таких легендарных личностей, как Владимир, как Александр, для того, чтобы мотивировать молодежь заниматься спортом. Идти в спортивные залы, самореализовываться, так как залы, клубы спортивные – это своего рода места, локации, где собираются те, кто хочет быть сильным, кто хочет быть добрым, кто хочет быть дисциплинированным, умным, успешным. Поэтому наши сегодняшние гости, лидеры общественного мнения, делятся тем, как они проходили свой спортивный путь, как они идут по жизни, какой статус у них сейчас, и как они все это добивались кровью и потом на тренировках, на соревнованиях. И что они чувствовали, когда в их честь поднимался флаг Российской Федерации и звучал гимн Российской Федерации. Ну, вот для вас что значит участие в миссии чемпиона? Зачем это вам? Чувствуете на себя, не люблю это слово, но груз, бремя, ответственность. Да, потому что на вас горящие глаза юных спортсменов, которым только предстоит делать большие шаги в мире спорта, смотрят, внимают, ну и просто берут с вас пример. Так, для этого мы, скажем так, и приезжаем, мы проводим такие мастер-классы для того, чтобы юные спортсмены не только видели нас по телевизору, да, могли воочию пообщаться, задать свои вопросы, поддержаться, да, также там с Владимиром, да, проплыть в одном бассейне, со мной постоять на татаме, поддержаться, да, там, попадать, побросать. То есть это здорово, как бы мы стимулируем спортсменов продолжать непосредственно их трудный путь, который мы уже прошли, и также мы подсказываем, где могут быть, да, скажем так, ухабчики, которые нужно обойти для того, чтобы их путь был намного, как бы, там проще. И, скажем так, и техника, да, что там в борьбе, что в плавании была идеальна для того, чтобы они могли достичь свои цели, которые они перед собой ставят, там, кто там, чемпионат мира, олимпийские игры, и сделать все возможное для того, чтобы в их честь не одиннажды поднимался российский флаг и играл российский гимн. Владимир, но как проходят мастер-классы? Или у вас еще, наверное, бывает всегда общение с детьми, они задают какие-то вопросы? Ну, у нас сначала предварительно происходит какое-то знакомство, формат вопрос-ответ, ну и в процессе разговора задаешь вопрос и тренерскому составу, и спортсменам, чего бы вы хотели сегодняшнего мастера-класса, что бы вы хотели получить. Потому что, как правило, вопросов очень много, и в формате таких встреч не все можно показать. Но есть такие, так скажем, у нас нюансы и мелочи, но это не мелочи, это технические элементы, такие как старты, повороты, как правильно вставать, как правильно прыгать, как правильно выполнять подводную часть и так далее. Ну, в общем, начинаем с малого, ну, и потом в процессе, когда видишь, что ребята быстро все схватывают, можно показать какие-нибудь, ну, такие пару-двое, тройку упражнений. Это, я так называю, хорошо забытое старое. То есть те упражнения, которые входят, так скажем, в азбуку плавания, но про которые забывают, ну, и которые, эти упражнения дают, ну, такой прирост и в технической подготовке и так далее. Поэтому каждый мастер-класс это, ну, такой, мы вспоминаем то, что забыли когда-то. Ну, больше, получается, все равно он идет для тренеров, которые, как бы, смотрят и будут давать, а что касается детей, им, конечно, да, там интересно сфотографироваться, взять автограф, да, спросить какие-то такие вопросы, которые, да, их больше интересуют. Поэтому, ну, идет именно общение такое, как бы, ну, приятное и близкое, да, чтобы они, я говорю, не только там видели по телевизору, но также могли воочию пообщаться. Извините, я вас перебью, и просто, мне кажется, самое важное, что на этих встречах мы объясняем детям и рассказываем родителям, что мы такие, мы были такими же, как они. Я, например, из маленького города Березники, да, в этом же городе, также компания Уралхим присутствует, и из простой семьи. То есть, я не отличался, ну, наверное, так же, как Александр, ну, может, Александр был немножко погребче, но вот мы, например, с Поповым Александром, когда рассказываем детям, мы абсолютно не отличались от сегодняшних детей, ни внешне, ни по скоростным каким-то вещам. Это все мы приобрели посредством тренировок. Каждодневных, монотонных, без праздников, без отдыха, голодали, не досыпали, не доедали. Ну, то есть, все, весь набор, который присутствует сейчас в жизни детей, они думают, вот у нас школа, вот у нас то, у нас все, у нас телефоны, нам надо как-то разорваться. Нет, есть цель, надо ее добиться, то есть, тем самым ты себя дисциплинируешь, тем самым ты себя как-то формируешь, вот, и становишься таким полноценным, полезным человеком в обществе, я так думаю, и хорошим отцом, и классной женой, и хорошим специалистом, потому что спорт, он помогает ребенку полностью так гармонично сформироваться. Радмир, не только же в Кировской области проходят такие мастер-классы, куда еще приезжали спортсмены? Мы знаем про Соликамск, мы знаем про Березники, мы знаем про Пермь, Киров, Кирово-Чепецк, где еще планируется? Ну, мы будем проводить везде, где есть наши заводы, наши предприятия, где есть наша аудитория, а именно работники наших предприятий, их семьи. Ну, и вообще, в целом, мы сейчас двигаемся по нарастающей, у нас впереди мастер-классы еще в Калининградской области, у нас мастер-классы в Самарской области, то есть у нас есть уже определенный единый календарный план мероприятий и по соревнованиям, которые мы проводим, которые поддерживаем в том числе, и по межрегиональному проекту «Уралхим. Миссия чемпиона». Межрегиональный социальный крутой проект, который, безусловно, поможет становлению личностей, становлению спортсменов, становлению атлетов, как полезных членов общества, как мы сказали. Но я хочу спросить вот о чем. Миссия чемпиона, ее выполнение, цели и задачи, которые стоят перед юными спортсменами, их тренерами, они невозможны без существенно хорошей инфраструктуры, без базиса определенного. Как компания «Уралхим», в частности, работает над созданием спортивной инфраструктуры в тех городах, где, опять-таки, она представлена? Мы строим спортивные залы, мы оборудуем спортивные залы, которые уже есть, закупаем инвентарь. То есть переоснащение, да? Конечно, закупаем инвентарь спортивный, закупаем спортивное оборудование, закупаем специальную экипировку, даже покупаем экипировку спортсменам, в которой они тренируются, выходят на парады спортивные. Просто где-то дома одевают или в школу могут надеть. То есть мы к этому вопросу очень комплексно подходим. Для нас важно, чтобы те финансы, которые направляет компания на развитие спорта и физико-культуры, все это, во-первых, доходило до конечного потребителя, то есть спортсменов, тренеров, педагогов. И, что немаловажно, чтобы эта инфраструктура была доступна всем. Это очень важно сегодня. Поэтому мы, если говорить о развитии физической культуры, мы возле наших предприятий на площадках, возле, то есть в самих городах, в каких-то лобных местах, где очень много людей, очень много молодежи концентрируется, и в парках в том числе, мы строим спортивные воркауты, стритбольные площадки. То есть мы охватываем и спорт, и физику-культуру, и субкультурную, так скажем, инфраструктуру. А у меня вот еще вопрос к вам, Александр. Вы сказали, что в основном это мастер-классы и встречи для тренеров. Вот насколько, по-вашему, тренерская работа налажена в Кировской области, в том числе и в таких провинциальных городах? Насколько действительно дети подготовлены к их возрасту и спортивному состоянию? Нет, подготовка спортсменов хорошая, то есть тренеры прям сознательно подходят к своему делу, делают все возможное для того, чтобы спортсмены действительно добивались результата. У нас не может быть дзюдо плохих тренеров, потому что дзюдо любимый в спорта президент. Как и какие, кстати. Да. И поэтому, скажем так, насколько я видел, мне все вполне устроило, что тренеры действительно занимаются своим делом, отдают этому всему душу, спортсмены им верят, доверяют, что самое важное. И я думаю, что поэтому есть как бы и результат. А насколько плавание развито в провинциальных городах? Ну, я могу сказать, что Кирово-Чепецк, насколько я помню, это такой традиционный вид спорта, это плавание. Потому что в мое еще время, когда я был в юношеской сборной, вместе со мной была Яна Шамарова, ваша землячка, со своим наставником, с Тульмилой Анисимовой. К сожалению, Яночки нет, но памяти о ней осталось, и проводятся здесь мемориальные соревнования в честь нее. Дети, вот именно в регионах мне нравятся дети тем, что они более замотивированы. У них глаза горят, они слушают тебя, впитывают, стараются сразу же все это повторить, показать себя, проявить. Ну, и видно, что они это делают с желанием. То есть, их не привела мама, и они ради мамы сюда пришли. Они приходят сюда ради того, чтобы чего-то достичь. Именно в спорте. Почему они, дети в регионах, более замотивированы, чем, например, в крупных городах-миллионниках? Потому что нужно пробиваться наверх, пробивать себе дорогу на Олимп Славы. Ну, вы знаете, тут жизни иной. Мне кажется, что в маленьких городах это все очень компактно. И если ты живешь рядом с твоим двором или там через двор, да, есть какой-нибудь спортивный объект, куда ты ходишь тренироваться. Это занимает 15-20 минут времени. Дорога, да. В Москве, например, есть много примеров. Даже далеко ходить не надо. А Пермь тоже такой небольшой город, но относительно Кирова он побольше. У меня одна спортсменка, когда я работал еще в федерации, она приезжала на тренировку и ехала там полтора часа на автобусе. То есть первые автобусы, которые начинают идти, людей развозить на заводы, там, на фабрики. Она к 6-15 вставала очень-очень рано и приезжала на тренировку каждый день. Впоследствии она поехала на Олимпийские игры и так далее. Это дало результат вот такому. Я думаю, что Москва просто настолько насыщена всевозможными такими бонусами для детей, что для них спорт это классно, прикольно пока. А потом у них вся концентрация рассеивается. А в маленьких городах, наоборот, ребенок себя хочет не только проявить, он себя еще хочет показать, хочет быть, не знаю, узнаваемым таким, успешным. Поэтому здесь, как правило, дети из глубинок, они как раз добиваются быстрее успехов и больше таких детей очень много. И примеров очень много. Александр, киваете, согласны, да? Да, полностью. Ну, как бы, да, все равно для многих детей, скажем так, из небольших городов, это, ну, такой своего рода социальный лифт. То есть они за счет этого действительно добиваются многого. Как бы, я вот езжу со своими спортсменами, да, и вижу, что реально у ребят из маленьких городов прям такой дикий азарт, у них больше желания. То есть, да, и по сравнению, скажем так, с ребятами из больших городов, там, с Москвы, с Питера, да, они такие уже, такие больно привольные, все у них хорошо. Сытые коты. Да, 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 да. Я хотел избежать этого, но пусть будет так. Да. Ребята, скажем так, с периферии, они более такие голодные, да, и результаты, и всего, и для них это очень много значит. И, опять же, чтобы, как правильно сказал, выделиться в своем маленьком городке, быть на виду, это, мне кажется, это здорово. Радмир, да, прошу прощения, Радмир, хотелось вот какой вопрос задать. Действительно ли такие встречи мотивируют детей? Вот вы сами помните же себя ребенком, начинающим спортсменом. Кто для вас был кумиром? Видели ли вы своих кумиров в лицо, чтобы взять с них вот так пример и вдохновиться? Ну, я занимался самбо. И если даже мастер спорта или там мастер спорта международного класса заходил в зал, то все, я даже на разминке за ним вставал. Бежал, смотрел, что он делает, повторял эти движения. То есть для нас были всегда кумирами тех, кто добивался каких-то спортивных больших высот. и о ком говорили. Мы разбирали технику, разбирали борьбу, разбирали тактику, кто как борется, смотрели на них. Я могу сказать, что когда я еще только-только начинал свои первые шаги делать, изучать первые приемы, мы уже смотрели на, как борется Александр Михайлин. Составил, да, сразу меня? Как он выступает, какие у него есть броски, как он на том или ином европейском или мировом чемпионате выступал, как проходил своих оппонентов. И мы вот это все с тренерами разбирали. Для нас это была прям такая незабываемая история, потому что в дальнейшем уже я, по тюню лет, когда учился уже в Москве, в Российском государственном университете физкультуры и спорта, я очень многих спортсменов, на которых смотрел, скажем, со стороны, видел их на экране, я их увидел воочию. И даже с некоторыми на одних и тех же соревнованиях выступал, боролся. Ожидания с реальностью совпали? Совпали. Так я еще узнал, понимаете, когда вы попадаете на мастер-класс, вы видите человека с разных сторон. Понимаете, да? Не просто он выходит на татами или на борцовский ковер, или выходит в ринг и побеждает своего оппонента. Он показывает, рассказывает, а вы еще после тренировки задаете ему вопрос, какой-то жизненно важный для вас. И он вам рассказывает, как те или иные трудности, может быть, травмы, как он преодолевал, как он проходил. Некоторые спрашивают, а чем вы завтракаете? Даже это интересно. Конечно. А как вы отдыхаете? Ну, питание тоже базово. Любите ли вы баню? А сколько у вас детей? А где ваши родители? А как ваша мама? Переживала ли за вас мама, когда вы выходили на татами? Вот такие вопросы, они всегда раскрывают личность лома, лидера общественного мнения. И дети понимают, что вот стать таким, как они, можно. Ведь они тоже так же проходили все это, так же переживали. Их это прям начинает очень сильно мотивировать ходить в зал. Поэтому после каждого мастер-класса мы видим возрастающую динамику. Очень много начинает детишек, молодежи, сразу прям вот наплывом идти в спортивные залы. Но вот в этом моменте только тренеры должны быть готовы. Тренерский состав к тому, что вот эта толпа народу придет, и их нужно будет заинтересовать и удержать. И правильно замотивировать. Радмир правильно сказал. Мастер-классы показывают, что те кумиры, на которых они смотрят, что они тоже люди. И что человечество не чуждо. Да, что простые ребята могут такими же стать. Просто общаешься с людьми, и они потом, просто пообщавшись после мастер-класса, такой, вы такой, да, мы думали к вам не подойти. То есть, да, именно получается такое, как это, очеловечивание непосредственно этих кумиров, что они как бы простые люди, и что как бы это всем доступно. Что нет такого, что мы родились, как говорят, с серебряной ложкой во рту. Нет, мы обычные люди, мы также, у нас обычные семьи, да, там, наши родители там же ходили на заводы, да, там, кто-то там медиком били или еще что-то. И мы просто ставили перед собой цель, добивались ее, шли дальше, опять ставили новую цель, и после этого уже стали такими, какими есть. Ну, а с детьми сложно ведь заниматься? Сложнее, чем со взрослыми, допустим, мастер-классы проводить? Интереснее. Интереснее? Да. Как бы с ними мало того, что интереснее, как бы взрослые все равно как бы уже имеют какой-то свой характер, все, да, там могут, типа, ну, что-то как-то не то. А с детьми они прям вот смотрят тебе в рот, прям каждое движение твое ловят, прям вот, ну, это видно, это чувствуется, это, ну, как бы такое непередаваемое чувство, и это приятно, когда ты что-то рассказываешь, он пробует, то есть, получается, ты что-то показываешь, какое-то движение, он сразу же при тебе пробует, оно у него получается, видно такой вот восторг, типа, у меня получилось, смотрите, вот все. Ну, это здорово. Взрослые, они как бы уже так, ну, немножко под сдержанней, да, так все, типа, получилось, но это нормально, ну, это же я, там все. Поэтому с детьми это, ну, другие эмоции. Взрослые уже сформировавшиеся личности, наверное, их даже сложнее чему-то научить, каким-то скиллами, навыками. Ну, получается, да, как бы... Дети более восприимчивые, впитывают, как губка. Да, детям, получается, ты показываешь, и они это сразу ловят. А взрослым, получается, у многих уже есть своя техника, своя тактика, ты можешь ее только дополнить. То есть, полностью поменять, там, арсенал приемов взрослого спортсмена, это невозможно. Дети, они очень, они впитывают, как губка. И дети, они очень впечатлительные. И пока они выходят из зала, заходят в раздевалку, и в раздевалке уже обсуждают, и между собой, и уже, и между собой начинают спорить, кто из них Александр Михайлин, кто из них Владимир Звяков. Они выходят из зала, идут, там, на остановку, например, к автобусу, или, там, идут в сторону дома, и они продолжают изучать, продолжают смотреть. Главные приемы на остановке Александра Михайлина, знаменитые непроводительно окружающих. Друзья мои, я все про мотивацию у вас хочу спросить, потому что, ну, путь спортсмена в профессиональном спорте особенно, это не только победы, гимн твоей страны, пьедесталы почета, флаги, которые под сводой дворцов поднимают, аплодисменты толпы, популяризация, так называемая, того вида спорта, которым ты занимаешься, это еще и боль поражений, и травмы, и так далее, и тому подобное. Как вы, как профи, находили в себе мотивацию? И часто ли вам приходилось себя заставлять находить эту самую мотивацию и идти к новым царям? Владимир. Ну, у меня всегда в моей карьере были вторые и третьи места. Так уж получилось. Вот, и я считаю, что, ну, про мотивацию, вот, если по поводу мотивации, то я думаю, что у нас вообще в плавании спорт начинается после 15-16 лет. До этого момента, ну, многим кажется, что вот все эти детские соревнования, они прям очень сильно важны. Они важны, но нельзя забывать про то, что есть такое понятие физиология. Кто-то сегодня стал развиваться и формироваться, то есть, кто-то раньше, кто-то позже. Я относился больше к поздним детям, то есть, позднее там бриться начал и так далее, там, только попав в сборную юношескую, я увидел своих сверстников, уже бородатых. Я на тот момент даже не брился. То есть, нельзя забывать про то, что вперед паровоза бежать нельзя, и это вот долгий путь становления, формирования ребенка. За этот долгий путь надо его полностью укомплектовать, надо его оформить, надо в него, так скажем, вложить уверенность, объяснить ему, что ошибаться – это хорошо, ошибки, они нас делают сильнее, и только посредством ошибок ты можешь себя довести до, ну, совершенства невозможно себя довести, конечно, но вот этот именно путь надо пройти обязательно. И у меня были такие моменты, когда я думал, что зачем мне все это надо, я плыву за год, там, порядка двух с половиной-трех тысяч километров. И опять начинают мне с сентября то же самое, там, двух-трехразовые тренировки, бег, не знаю, зал выматывающий, рано вставать. Это не спортивный сезон, как в профессиональной карьере, как день сурка. Это день сурка каждый день. А если ты готовишься к Олимпийским играм, у тебя вообще это просто… Четырехлетний цикл. Четырехлетний цикл. Такое ощущение, что это какая-то, ну, это просто действительно очень сложно и психологически сложно. Самое главное – это сложно психологически. Это нисколько сложно физически, потому что ты же тренируешься уже не первый год. Это все, вообще у нас все формируется в голове. У спортсмена уже уровня выше мастера спорта и международник и так далее. Это все формируется в голове. Все твои осечки, все твои какие-то ошибки – это все твоя голова. То есть, как запрограммируешь себя, уже будучи мастером спорта, например. Да, как ты себя настроил, как ты дал, 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 там, немножко слабины и все. Александр, согласны вы с этим? Нет, полностью, конечно. Конечно. Опять же, получается, для того, чтобы идти вперед, поражения были у всех. Без этого нельзя. Ну, нельзя, говорят, за одного битва, двух небитых дают. Но ты ставишь перед собой цель, что на следующих соревнованиях я буду лучше. Ты делаешь, берешь, проводишь работу над ошибками, смотришь, что бой был сделан правильно, что неправильно, и на следующих соревнованиях уже добиваешься совсем другого результата. И, ну, что касается меня, да, были моменты, когда вот прям хотелось завязать, но это было, знаете, когда проигрываешь схватку, идешь вот как бы статами до разминочного зала, там, сколько, 30-40 секунд, и такой, да не, все, надоело, ну, не получается, все не хочу, а в тренировочный, в разминочный зал приходишь, такой, да не, ну, что, я слабак, что ли, да не, дальше будем все это делать. То есть, ну, само собой, бывает момент, тем более, у нас вид спорта, где могут быть там судейские ошибки, да, там, еще что-то такое, и ты, как бы, там, злишься, идешь пока там все, но уже приходишь в разминочный зал, смотришь на эту атмосферу, опять же, там, спортсмены, которые разминаются, готовятся к схватке, он такой, говоришь, не, я в следующий раз приеду, я вам покажу. Радмир, ну, кого еще ждать нашим детям? Какие еще планируются, может быть, привезти спортсменов к нам? Ну, есть запрос на Олега Саитова, двуградного олимпийского чемпиона по боксу, есть запрос на... Чистого федерации бокса работы? Да. Господин Огрухин, отдельный привет. Есть запрос на спортсмена Олега Римского стиля. Вообще, на самом деле, всем рады. В общем... Возможно, даже Юлия Чапалова будет, может быть, это будет Александр Легков. То есть, кто-то из легкоатлетов. Точно знаю, что ждут уже олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Маргариту Мамун. Поэтому... Все портуются. То есть, нет разделений? Этот вид спорта плохой, этот вид спорта хороший? Нет. Лишь бы занимались. Ну, прекрасно. Лишь бы занимались, лишь бы в зал опахали. У нас время заканчивается. К сожалению, давайте пожелаем что-то нашим юным, начинающим спортсменам и, может быть, немножечко дадим им мотивации хотя бы с экрана телевизора. Для тех, кто занимается уже спортом или только планирует, может быть, заняться. Давайте, Радмир, вы. Какую камеру? Просто говорите. Нет, я желаю им много-много жизненных сил и энергии для того, чтобы они ее направили в правильном русле. Дисциплина. И хочу пожелать каждому слушать своих родителей, своих наставников, тренеров. И учиться. Образование должно идти параллельно спорту. Еще несколько мотивирующих фраз от вас. Ну, ребятам заниматься спортом, быть здоровыми, да, быть достойными гражданами нашей страны. И в то же время ставить перед собой цель и, несмотря ни на что, идти к ней, не опускать руки при каких-то поражениях, просто идти вперед. Владимир? Ну, а я пожелаю тогда детям любить спорт, любить родителей, любить учебу, ну, в общем, любить то место, где ты живешь. Ну, и самое главное – учиться. Учиться на своих ошибках, учиться в школе, учиться быть хорошим человеком, ну, и достойным земляком, гражданином, человеком. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли сегодня к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам удачи. Спасибо большое. Спасибо, друзья. До новых встреч. До новых встреч.